Привет всем моим подписчикам, всем моим друзьям, всем пользователям YouTube, которые смотрят мой канал. Сегодня я с вами абсолютно не накрашенная, смыла из себя всю грязь, весь макияж сегодняшнего дня, очень устала на работе. Вечер, поэтому самое время, я не знаю, что сделать, зажечь ароматическую свечку. Я не знаю, почему-то вот американские бьюти-блогеры прям тащатся с каких-то свечек со всякой такой фигни, и вот прям обязательно их зажигают, и такие прям, ой, я не представляю свою жизнь без ароматических свечей. Вот, так что я даже тоже сделаю себе свечку, правда ее не увидите, но она будет настраивать меня на позитивный лад. Итак, что мы сегодня с вами будем делать? Сегодня я буду с вами пробовать вместе новый абсолютно для себя продукт, очищающую маску с глиной. Как бы вечер, это всегда время небольшого релакса. Итак, кожа лица у меня абсолютно очищенная, а что я буду пробовать? Сегодня я буду пробовать вот такую вот маску от фирмы Плияна, маска очищающая с глиной, белой и зеленой, глубокое очищение. Сначала прочитаю, что здесь содержится. Содержит смесь белой и зеленой глины, пептиды, семян, маринги, что это такое? Масло череды, салициловую кислоту и дигидрокверцетин, что позволяет тщательно и бережно очистить кожу от загрязнений внешнего характера и выделения кожного покрова. Компонентные маски снимают воспаление, что очень мне сейчас нужно дезинфицируют, тоже нужно, придают матовость, готовят кожу к дальнейшему уходу, не пересушивая ее. Кстати, это очень важно, потому что большая проблема, и я этой проблемой очень часто страдала. Кажется, что когда кожа жирная, очень хочется ее прям высушить, но в итоге кожа пересушивается и результат у вас получается обратный. Итак, маску мы будем с вами наносить на 15 минут. Что, приступим? Кожа лица у меня очищена, немножечко я прошлась скрабом, поэтому кожа сейчас такая вот прям гладкая-гладкая, но немного суховатая. Значит, на лицо я нанесу немножечко термальной воды, потому что не хочу идти умываться, поэтому просто нанесу термальную воду. Вообще термальная вода – это просто в последнее время мое спасение. Итак, маску я буду наносить как приличный человек с помощью кисточки. Так, открываем. Даже не знаю, что это такое, как это вообще, какого я буду цвета. Ох, я буду очень зеленого цвета. Ой, девчоночки, в общем, маска выглядит вот так вот. Ну, в общем, как самое что ни на есть, такая настоящая глиняная маска. Посмотрим, чем же она отличается от самодельной. Итак, начну я наносить на свои проблемные зоны. Такого она зеленого цвета. Ммм, кстати, пахнет очень приятно, это здорово. Чем я не люблю самодельные глиняные маски? Тем, что они плохо пахнут. Даже если туда нанести какие-то, как они называются, масла ароматические, все равно они невкусно пахнут. Так, что еще вам рассказать? По ощущениям маска очень однородная, кремовая и мягкая. То есть, вот кто злоупотребляет, назовем это так, самодельными масками глиняными, знает, что когда они наносятся на лицо, возникает такое чувство, как будто бы какие-то как мини-частички скраба присутствуют на лице. То есть, маска такая очень неоднородная. А вот здесь у маски такой эффект приятный, как будто бы она очень хорошо смешана миксером. Маску с глиной обязательно нужно наносить, кстати, толстым слоем. Кто не знает, кто будет пользоваться похожей маской, любую, в общем, маску с глиной, нужно наносить толстым слоем. И обязательно, что нужно делать? Обязательно нужно, чтобы маска с глиной не высыхала. Вот, это обязательное условие. Почему? Потому что когда у вас маска с глиной на лице высыхает, ваше лицо скукоживается, и кожа очень-очень сильно травмируется. Поэтому с глиняными масками нужно быть аккуратной. Кажется, что это такие, знаете, такая бабушкина медицина, типа ничего страшного, но на самом деле все не так просто. То есть, вот я прям использовала целый пакетик. В принципе, вот так вот, по тому, каким слоем я нанесла это на лицо, я вижу, что это можно было растянуть раза на три. Жадные девчонки эту маску растянут раза на три, но мы так делать с вами не будем. Будем делать так, как написано в инструкции. Вот. Так что по цвету эта маска очень напоминает цвет маски от... Сейчас скажу, это какой маски. Отлаж. Мега мятная. Но мега мятная маска, у нее как бы такой очень-очень-очень сильный мятный запах и частички скраба. А здесь у маски очень такой приятный состав. Она на лице ощущается как... Как что? Как хороший увлажняющий крем. Вот так вот. Ну, я думаю, все знают, что на область вокруг глаз там не надо ничего наносить. Вот эта вот восьмерочка у вас должна оставаться не накрашенная. А то есть некоторые мастерицы, которые сюда мажут зачем-то. Не знаю, что же они там хотят очистить на веках. Вот. Вот таким образом наносится наша маска. Боже, я наносила маску 6 минут. А вот потом я думаю, куда вообще тратится жизненное время. Вот если на одно нанесение маски тратится 6 минут, то о чем еще говорить? Вот. Пакетик, в общем, я весь домазала. Теперь нам нужно посидеть, насколько я понимаю, 15 минут. И не допускать, чтобы маска у нас подсохла. То есть маска не должна подсыхать. Если она подсыхает, сверху брызгаем термальной водой или каким-нибудь вашим тоником, который вам не жалко. Вот. Ну, я думаю, сидеть перед вами целых 15 минут будет скучно. Так что покажу вам уже, как маска будет выглядеть на мне через 15 минут. Я думаю, это будет гораздо интереснее. Итак, вот так вот выглядит маска на лице по прошествии 15 минут. Она не высохла. То есть она до сих пор осталась влажной. Наверное, это потому, что я наносила маску толстым слоем. Чем слой тоньше, тем быстрее она сохнет. Держала под рукой термальную водичку, чтобы это, если что, смочить. Но даже не пришлось сделать. То есть вот, маска, в общем-то, до сих пор влажная. Пойду смывать и покажу вам, какой же получать результат после этой маски. Так, я смыла маску с лица. Немножечко поменялось освещение, потому что на улице уже темно работает лампа. Что могу сказать по состоянию кожи? Очень интересное чувство. Понятно, что с лицом произвелась какая-то хорошая очистка. Потому что во время того, как маска находилась на лице, был такой немножечко какой-то эффект сауны. То есть не то, что что-то намазали и забыли. А вот лицо как будто немножечко разогревалось. На самых тонких частях моего лица, вот эти вот места у меня на скулах, я вижу, что кожа немножечко порозовела. То есть реально какие-то вот химические реакции на кожу происходили. Что мне очень понравилось? Маска смывается нелегко, но и нетрудно. Как все маски с глиной, как бы она смывается так достаточно долго. Маска достаточно жирная за счет содержания настоящего коалина. Лицо очень приятное, очень мягкое, такое вот, как вот после хорошего пилинга. Но при этом не пересушенное. То есть до кожи очень приятно дотрагиваться. Нет никакого такого ощущения пересушивания, как после обычной глины. Вот, значит, мне маска очень понравилась. Я реально довольна. Честно говоря, даже не ожидала, что какая-то маска с глиной может меня удивить. Обязательно после масок с глиной нужно протонизировать лицо. Желательно тоником, который сужает поры. Потому что глина их расширяет, чтобы вычистить оттуда всякую дрянь. Вот, поэтому обязательно нужно воспользоваться тоником. Тоник это не просто так, как я раньше думала. А тоник это реальная вещь, которая действительно нужна. Вот, так что такая у меня была программа на сегодняшний вечер. Практически спа-программа. Немножечко сейчас на лицо так. Ух ты, моя девочка. Моя кошка немножко страдает. Не буду вам ее показывать, она сегодня не в духе. Вот, и осталось, в принципе, нанести любой ваш крем, которым вы пользуетесь. Там у меня вот просто увлажняющий крем. Вот, чтобы он у вас гораздо лучше впитался после такого замечательного очищения. И гораздо сильнее работал. Про шею не забывайте, а то у вас будет шея, как у старой бабки. Итак, программа очищения на сегодня закончена. Вот так вот выглядит мое лицо. Немножечко блестит, пока еще крем не впитался. Что показать вам? Вот такая вот маска, в общем, сегодня была у меня на затесте от фирмы Плияна. Маска очищающая с глиной белой и зеленой. Очень советую, мне понравилось. Из многого разнообразия масок с глиной, которые я перепробовала, это самое приятное по консистенции, по запаху. Лицо очищено, в общем, 5 баллов из 5. Большое вам спасибо за то, что провели эту часть вечера со мной. Всех вас очень люблю, целую. Большое вам спасибо, что у меня есть, дорогие подписчики и подписчики. Всем желаю красоты, душевного равновесия и всего самого замечательного, всего того, чего вы сами хотите в своей жизни. Пока-пока, ваша Вероника.